Всем привет! Меня зовут Лилит. Мне 31 год и я из Москвы. Про себя могу сказать, что я эстет и художник по жизни и вообще фанат всего, что связано с творчеством. К сожалению, я самоучка и даже в художественную школу в детстве не ходила, но тем не менее творчество в любом его проявлении для меня философия жизни, а искусство — моя религия. Всю свою жизнь я увлекала самыми разными видами творческой деятельности — музыкой, танцами, барабанами, купуэро, фортепьяно, ландшафтным дизайном, графическим дизайном, шерсть прилатая, купажем, писала романы, прозу там различную, флористикой и так далее и тому подобное. И, естественно, увлеклась рисованием. У меня довольно большое количество работ, и все они выполнены в разных техниках и направлениях, начиная от классического пейзажа, заканчивая абстрактными картинами, выполненными мастихином. И, видимо, это из-за отсутствия профессионального образования. Я не выработала какого-то единообразного стиля рисунка. Пишу я в основном маслом, хотя пробовала акрил, акварель, темперу, карандаш и прочие материалы, но масло стало моей любовью. Большинство моих работ в частных коллекциях. У себя я оставила самые свои любимые работы, которые вы сейчас видите. В профессии я юрист, но как только я начала работать и, наконец, смогла удовлетворить свою творческую натуру, я купила краски, кисти, холсты и начала пробовать. Это вот одна из моих первых работ, которые я рисовала чисто для себя. Всегда хотела в лес. Дом в лесу. Такая мечта городского жителя. Маслом я пишу уже лет семь-восемь. С самого детства до сих пор я все свое свободное время занимаю тем, что разглядываю небо, деревья, различные цветы, формы, фактуры вблизи, разные переливы оттенков, глубину цвета. То есть то, что не бросается сразу в глаза, я постоянно занимаюсь в своей голове анализом всего этого и получаю какое-то нереальное эстетическое удовольствие от созерцания любых форм, которые я смогу потом выразить в какие-то образы в своем творчестве. Ну и поэтому, в принципе, получается, что многие вещи, они врезаются мне в подсознание и выливаются вот в такие образы, как летающий рояль или, скажем, какие-то деревья. За последние три года у меня было всего две выставки, но я успела поучаствовать в международном выставочном конкурсе Indica Art 21st Century и заняла первое место в номинации классическая «Живопись классика арта», чему я была искренне удивлена, потому что в нем участвовало огромное количество профессиональных, великолепных художников. И две мои конкурсные работы заняли второе место в данной выставке Golden Time Talent. Моя конкурсная работа называется «Сердце мира». Выполнена на холсте материал масла в терно-белом цвете. Размер работы 60 на 70. В настоящее время работа находится в частной коллекции, поэтому представляю только фото. Посыл моей работы, на мой взгляд, очень актуальный не только сегодня, но и за последние сто лет, как минимум. А звучит он так. Берегите природу, у нее тоже есть душа. Вообще, я всю жизнь очень остро переживаю за природу, за животных, за нашу планету. Я являюсь членом Greenpeace, была волонтером студенчества, помогала всяческим приютам для животных. Ужасно радовалась, когда наконец в России начали раздельный сбор мусора и первое заставило всех домочедцем этим заниматься. Для меня вопрос человеческого отношения к нашей планете, к окружающей среде, к экологии является первостепенным. На мой взгляд, люди забыли, что наша прекрасная планета – это наш единственный дом и дом будущих поколений. Каждый раз, когда я вижу художественный фильм про экологические катастрофы или какие-то антиутопии, мне становится не по себе. Мне кажется, что такие события могут настигнуть нас и сегодня. По сути, уже настигли. Стоит только посмотреть, что происходило с планетой за последний год и почему именно сейчас появился коронавирус и с чем мы столкнулись. Человечесу пришлось остановиться и оглядеться, что он творит и к чему это может привести. А когда в интернете я встречаю какие-то зверства, которые творят проконьеры с животными, информацию об исчезновении множества прекрасных видов и все эти ужасные последствия экологических катастроф, поджоги лесов, убийства китов, стирания мехов, заживо снорк и так далее – это все приводит меня в отчаяние. Я перестаю верить в людей. Мне хочется какого-то протеста. Поэтому свое творчество я в основном посвящаю именно этой теме. Поэтому в моем творчестве в основном фигурирует природа, животные и что-то связанное с этим. И, собственно, поэтому я собираюсь поступить на художественный, развить свой талант и, может быть, кто знает, сделать что-то по-настоящему полезное и грандиозное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok